Приветствуем всех зрителей-читателей портала Главпахарь. Сегодня утро понедельника и мы традиционно подготовили для вас обзор самых интересных новостей за прошедшую неделю. Пронар представил обновленный полуприцеп скотовоз Т-046H. Техника получила одну ось и еще более продуманную конструкцию. Агрегат подходит для перевозки до 8 голов крупного рогатого скота весом до 700 килограмм или до 10 голов более легких сельхозживотных весом до 550 килограмм. Гидравлический опускаемый на уровень 20 сантиметров от земли кузов исключает необходимость использования дополнительной погрузочной площадки. В паре с широко открывающимися дверьми и дополнительными боковыми стойками он значительно сокращает время загрузки и разгрузки, а также снижает стресс у самих животных. Напомним, что технику можно приобрести в дилерском центре Агротехсфера. Оборудование доступно только по предзаказу. Кроны обновил пресс-подборщик серии Big Pack 1290 HDP2. В текущем году компания включила в стандартную комплектацию этих агрегатов некоторые функции, которые ранее предлагались только для линейки пятого поколения. Теперь машины серийно будут оснащаться зарекомендовавшим себя очищающим вентилятором PowerClean и модернизированным V-узловязателем, который справляется со своей работой, не оставляя обрезков. Отметим, что кроны PowerClean – это система очистки машины с гидравлическим приводом, которая поддерживает в чистоте стол узловязателя и крупные детали машины. С помощью турбины с гидравлическим приводом в зоне узловязателя создается избыточное давление, что изначально предотвращает загрязнение. Огромным преимуществом этой системы является абсолютно на чистый стол узловязателя без пыли и отложение остатков кормовой массы. Calina Agro представит на Золотой Ниве 2023 новые подходы к системам автовождения, автопилотам и навигации. На мероприятии компания презентует как цифровые решения для тракторов и комбайнов небольших хозяйств, так и абсолютно новые проекты для крупных холдингов, оптимизирующих весь уборочный процесс на больших площадях и с неограниченным парком техники. Ранее эти системы уже были опробированы на полях Ростовской области и в Ставропольском крае. В первом случае пять комбайнов класс были оборудованы только системой автовождения с навигацией EZ Pilot Pro. Во втором на поле одновременно работали уже шесть комбайнов RSM-161, при этом автовождение было дополнено выверенным маршрутом движения техники и четкой параллельной выгрузкой. Трактор с бункером-перегрузчиком теперь легко подстраивается к любому комбайну, даже в условиях сильной запыленности из-за ветра. Работая на автопилоте, комбайн и трактор двигаются с одной скоростью параллельно друг к другу. Их движение контролирует автоматика по одним и тем же навигационным линиям. Они также обмениваются информацией о маршруте. Китайский Seydin Holdings вышел на уровень производства 120 тракторов в сутки. Этого показателя предприятию удалось достичь благодаря запуску новой автоматизированной производственной линии. Теперь на данном заводе смогут выпускать до 40 тысяч агромашин в год. Важно то, что китайские тракторы Shandong Seydin уже доступны в России. В конце 2022 года аграриям показали первые агромашины в мощностном классе от 160 до 220 лошадиных сил в черном цвете на Сибирской аграрной неделе и выставке Югагра. В сети засветился прототип нового трактора John Deere 9RX690. Из инсайдерских фотографий понятно, что бренд готовит к презентации совершенно новый агрегат шарнирно-сочлененной рамой, который должен стать самым мощным в линейке 9RX. Вместо мотора на 690 лошадиных сил машина получит 18-литровый 800-сильный двигатель JD, более длинный капот и крупные гусеницы. Elvabot испытает нового агроробота на экспериментальных участках Германии. Техника с модульным электроприводом для работы в садах и виноградниках в настоящее время вступает в активную фазу полевых испытаний. В рамках тестов планируется оценить, как работают датчики мониторинга состояния растений, а также системы ориентации в пространстве и навигация. Испытания завершатся весной 2024 года. Первый же предсерийный образец появится летом. Новый робот-опрыскиватель Янмар YQ-01 для садов и виноградников дебютировал в Шампании. В мае текущего года в главном винодельческом регионе Франции состоялся первый официальный запуск данной техники – практическую эксплуатацию. На сегодняшний день выпущено уже 14 единиц техники, при этом 7 из них уже проданы. Новый робот-опрыскиватель Янмар способен работать в полностью автономном режиме. Агрегат весит 1000 кг. Техника оснащена двухцилиндровым четырехтактным бензиновым двигателем с воздушным охлаждением мощностью 25 лошадиных сил. Объем топливного бака составляет 19 литров, при этом резервуар для рабочего раствора вмещает до 200 литров. Агрегат может развивать скорость до 4 км в час. Робот способен преодолевать подъемы с уклоном до 45%. Иван Моторс вывел на рынок новый электротранспортер Эйкар в сельскохозяйственной модификации. Новый компактный полноприводный автомобиль электротранспортер Эйкар Агра имеет полезную нагрузку до 1200 кг. Техника, изготовленная преимущественно из европейских комплектующих, имеет запас хода до 200 км. Внешнюю розетку, прочный каркас и надстройки для широкого спектра применения в АПК. В 2023 году на Кубани произведут до 1000 единиц сельхозтехники «Беларусь». Об этом стало известно в ходе поездки губернатора региона Вениамина Кондратьева в торговый дом МТЗ «Северо-Запад». С начала года на данной площадке в рамках проекта локализации выпуска белорусских агромашин уже собрали 164 трактора. Всего до конца этого года произведут около 900 единиц. Кроме того, здесь также будут выпускать садовые и коммунальные машины. Производителю сельхозтехники Амазона исполнилось 140 лет. Семейная компания, специализирующаяся на выпуске агромашин, была создана Генрихом Драйером в мае 1883 года и начинала свою деятельность с производства зерночистительных машин. С тех пор бренд постоянно развивался, а продуктовый портфель пополнялся новыми решениями для отрасли АПК. В настоящее время к ключевым компетенциям Амазоны относятся техника для активной и пассивной обработки почвы, пассивные комплексы и сейлки точного высева, распределители удобрений, разбрасыватели, а также самоходные, навесные и прицепные опрыскиватели. Участие в выставке «Белагра-2023» подтвердили 400 экспонентов из 9 стран мира. Главная агротехнологическая выставка Беларуси соберет гостей уже через месяц. Событие пройдет в период с 6 по 11 июня на площадке выставочного центра китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Примечательно, что среди зарубежных участников Италия и Германия, десятой же страной может стать Куба. Россия в этот раз будет представлена сразу 12 региональными экспозициями. В программе выставки, конференции, семинары, деловые встречи, а также обширный показ самых современных агромашин и оборудования АПК. На сайте Главпахар ежедневно публикуются материалы по самым актуальным темам рынка сельскохозяйственной техники. Так наши корреспонденты разобрались с вопросом, как правильно выбрать прикатывающий каток для комбинированного почвообрабатывающего агрегата. Из материала можно узнать, почему прикатывание считается одним из самых эффективных агротехнических приемов для сохранения влаги и как оно повышает урожайность, а также ознакомиться с тем, как подходить к выбору катка, учитывая тип почвы и поставленные задачи. Ссылку на материал можно найти в описании. От Курска до Алтая или как работают комбайны Deutzfar C7206TS в России. На нашем сайте Главпахар вышел новый материал об опыте эксплуатации агромашин 7 серии на полях ряда отечественных фермеров. Напомним, что компания Агротех Руссия, как официальный дистрибьютор Deutzfar в России, недавно возобновила прямые поставки этих зерноуборочных комбайнов с завода бренда в Хорватии. Данные машины оснащаются шестицилиндровыми двигателями Deutz последнего поколения мощностью 366 лошадиных сил и зерновым бункером объемом 9500 литров. Техника получила дополнительный домолот и возможность увеличения пропускной способности. Система независимого двухстороннего домолота DGR. О характеристиках и возможностях, а также о том, что думают аграрии Курской области и Алтая, об этой технике можно узнать в нашем материале на сайте Главпахар. Еще один интересный материал на сайте Главпахар посвящен истории создания универсального энергосредства от Гомсельмаш. Из материала можно узнать о пути длиной в 35 лет, о технических характеристиках и конструкционных особенностях всех опытно-проектных разработок от народного УС-280 до предсерийных машин МС-350 и МС-450, об амбициозных планах и большом рывке в области проектирования и производства. Ссылку на материал можно найти в описании. Еще больше интересной и полезной информации вы сможете найти на нашем портале Главпахар, а также в наших социальных сетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте вопросы. А мы же увидимся с вами на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok